Привет-привет! Девушки бывают разные. Слышали, наверное, такую песню. Вот и голоса, собственно говоря, как и девушки, тоже бывают очень даже разные. И некоторые из них более благозвучные, а другие, как бы, в общем-то, и не очень. И речь сегодня пойдет, собственно говоря, только о женских голосах, причем голосах естественных, которыми обычно бессознательно женщины пользуются, без какого-либо контроля. То есть это их обычный такой вот среднестатистический голос, скажем так. Ну и начать я хочу именно с того голоса, который мне доводится слышать чаще всего. Это голос Мальвины, ну я его так называю, голос Мальвины или Буратино. Это голос такой вот в верхнем регистре, такой милый, такой мультиковый. Кстати говоря, пользуются им чаще всего женщины, которым уже далеко за 25, но они продолжают пользоваться таким девочковым голосом. И, видимо, потому что в детстве они очень сильно старались понравиться благодаря этому голосу. Но ничего страшного, этот голос поддается коррекции, и на моей памяти как минимум 3-4 женщин я от такого голоса избавила. Второй голос обычно называют противный, такой резкий голос, который звучит в верхнем регистре. И, как правило, вот женщины с этим голосом, у них опущено нёбо и сужена гортань. Такой голос, он неестественный, как вы понимаете. Это зажим, голосовой и мышечный зажим. И устраняем зажим, и голос становится абсолютно нормальный, без вот этой противной нотки, такой резкой, которая, как правило, окружающих сильно раздражает. Третий голос, я бы его назвала голос тихий такой, безвольный, не использующий диафрагму совсем. Кстати говоря, таким голосом часто обладают люди интеллигентные, люди учёные, хорошо воспитанные люди. Просто у них существует такое глубоко посаженное убеждение, что звучный, сильный голос недопустим в общении. Тихие голоса, конечно, тоже поддаются коррекции. Дальше подумайте, может быть, вы обладатель одного из этих трёх голосов или двух последующих, о которых я собираюсь рассказать. С вами была Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству. Но есть такой голос, с которым, как бы, их обладательницы не очень стремятся расстаться, потому что они прекрасно выполняют свою профессиональную функцию. Это так называемый стальной голос. Голос, которым хорошо пользоваться, если ты начальник, если ты человек, женщина, политик. И такие голоса, знаете, как указующие, с повелительным наклонением. Такие голоса, они, конечно, для профессии отличны. Как правило, такие голоса перестают женщин устраивать. Они же переносят этот профессиональный голос зачастую в личную жизнь. А в личной жизни уже им трудно жить вместе. Поэтому, вот, как правило, обращаются с таким голосом абсолютно состоявшиеся женщины, прекрасные женщины, бизнесвумен, лидеры, но которые ощущают, что этот голос для личного общения им не подходит. Его нужно трансформировать. Ну и последний голос, о котором я бы хотела сегодня сказать, это как бы изнанка предыдущего, да? То есть голос такой с придыханием, да? Помните, как Мэрлин Монро? Happy birthday to you! Такие манящие голоса, да? Увлекающие, завораживающие. И эти голоса как раз всё наоборот. Они прекрасны для личного общения. Это же голос, направленный, в общем-то, ниже пояса, скажем так. И такие женщины тоже есть. Но они хотят вырваться из плена вот этой вот сексуальной кошечки. Они часто хотят быть самодостаточными. Они хотят, может быть, даже руководителями и лидерами стать. Но такой голос, он совершенно не подходит для деловых и публичных отношений. Может быть, один из этих голосов ваш? Не стесняйтесь, напишите об этом. Потому что кто в комментариях обозначится. Соответственно, вот по поводу этого голоса я и буду давать какие-то рекомендации. Полезные какие-то советы. Как, в общем-то, голос трансформировать. Как с ним работать. И на сегодня позвольте откланяться. До следующей встречи в эфире.